СДА – это Содружество Добрых Глуховчан. Оно появилось летом 2014 года. Одна мамочка в соцсетях написала, а именно в контактах, как плохо, что на площадке в городе Глухове жарко, и нет никакой тени от деревьев. Я ответил, а кто мешает это все сделать? Скажем, мы будем ждать от кого-то подачки, или какого-то пиара от каких-то больших дядей, от депутатов или кого-либо еще перед выборами. Нет, мы взяли, собрали, соберемся, давайте соберем деньги, купим и посадим. Вот и все. И вот в январе, если я не ошибаюсь, в январе вроде, в январе состоялась первая встреча Содружества Добрых Глуховчан. Встречи вживую повлияли очень сильно, если сравнить с обычными разговорами в соцсетях. Очень сильно повлияли. Люди начали знакомиться. Всегда существуют в таких моментах психологические барьеры. Ой, а как? А как мы будем знакомиться? При встрече была какая-то скованность в первый раз. Все-таки, ну как, люди друг друга уже узнавать, это тоже процесс определенный, занимающий время. А потом как-то сдружились, все получается. Начали общаться, начали свои идеи выдвигать. Вот так оно пошло-поехало, как бы эта машина раскрутилась. Мы собирали деньги примерно пять месяцев. Деньги, конечно, собирались долго. Тоже и волнение были, нервы, и разочарование. Тоже сколько раз и упадок было чисто, ну, как психологически. Ну, неужели не получится? В итоге получилось. Собрали деньги. На родине тюльпановое дерево растет, может вырастать в тех условиях, до 50 метров. Чтобы легче было представить, например, жителям Глухова, нашего докачка 41 метр до шпиля. Такой цели мы, я лично, не преследовал такой высоты дерева. И то условие, которое у нас, то дерево вырастет где-то 15-20 метров. Это вполне достаточно, потому что аж пятиэтажный дом примерно 16 метров. Это выше пятиэтажей. Поэтому тень будет. И уже ямки были готовы, земля засыпана, и во время посадки просто все было легко. Само мероприятие, которое получилось по посадке, оно очень сильно отличается от того, что мы раньше думали и знали от ленинских этих всех субботников. Сажались деревья. Была ярмарка благотворительная. Люди города откликнулись на призывы, как содружество, тех, кто уже успел сделать костяк, содружество. На призывы откликнулись и начали сносить ненужные книги, разные безделушки. Второй проект у нас начал, было долгое обсуждение, что делать. И было голосование в соцсетях, именно в контактах. Да, нам сильно нужна спортивная площадка. Но, так как мы не обладаем большими суммами, у нас нету, не располагаем большими финансовыми возможностями, мы решили не строить с нуля, а реставрировать то, что уже давно было. А именно, спортивная площадка в летнем парке. В итоге нам удалось поставить брусья, теннисный стол, добавить еще один турничок для малышей. Вот эта реставрация спортивной площадки нам обошлась в 2800 гривен. Но было интересное предложение, очень интересное. Это давайте займемся чем-нибудь одним большим, объемным, чтобы что-то большое сделать хорошее. То есть, летний парк города Глухова. Первый шажок облагораживания всего парка, это сделать можжевеловую рощу. То есть, как бы по периметру можжевельника, внутри лабиринт. Из другого растения, называется его, что оно, это гибрид смородины и кружевника. Средства начали собирать 2300, ну, уже добирается до 2500 гривен. Деньги собираются у нас двумя способами. Люди перечисляют денежки мне на мою карточку. Ну, кто верит, что я их не украду и никуда не дену. Второй способ, которым мы собираем деньги на можжевеловую рощу, это именно пожертвование людей прямо в тот момент, когда я катаю молодежь и детвору на 100 метровке на своей рикше. Люди подходят и говорят, на проект деньги. И дают деньги. И часто говорят, вы молодцы. Когда они говорят, вы молодцы, они должны понять, что это мы молодцы. Они должны говорить, что они тоже, они же для себя этого делают. То есть молодцы все. Все жители Грухова, Грухова, то есть Содружество Добрых Глуховчан. Содружество Добрых Глуховчан. Сделай свой город лучше. Содружество Добрых Глуховчан. Содружество Добрых Глуховчан.